Пришел за юридической помощью, а в итоге подписал кредитный договор. К нам в редакцию обратились кировчане. Они утверждают, что одна из юридических фирм города, как говорят в таких случаях, развела их на деньги. Люди остались с нерешенными проблемами и многомиллионными долгами. Можно ли вернуть деньги? Ульяна Издакова провела мини-расследование. Эти люди готовы часами стоять под снегопадом, лишь бы их услышали. Среди отчаявшихся кировчанка Наталья Куликова. Утверждает, что ее мама стала жертвой мошенников. Со слов женщины, недавно пенсионерка обратилась за бесплатной юридической консультацией в фирму ООО «Консул». Но вместо руки помощи ей попытались подсунуть кредитный договор. Женщина вовремя распознала подвох и порвала документы. Они оскорбили меня, пытались не выпускать из кабинета. Просили, бросьте в урну документы. Я говорю, я не брошу, потому что вы достанете, склейте и вход пустите. Нет, говорю, я с вами никаких дел не хочу иметь. Однако, утверждает кировчанка, кредит на ее маму все-таки оформили. И дело в том, что в понедельник к нам пришел займ на сумму 51 тысяча, под 57% годовых. В итоге за два года 250 тысяч. В полиции смотрели получатель ООО «Консул». Подобная история и у кировчанки Татьяны. Дочь женщины неожиданно для себя стала заемщиком. Затем договор с организацией она решила расторгнуть, а деньги вернуть. Но в фирме средства не возвращают. Теперь судится. Татьяна вспоминает, в кабинете юриста ей предложили стакан воды. Потом все как в тумане. И этот день, 4 августа, я до сих пор вспомнить не могу. Хорошо, что был внук 6-летний. Он разгреб всю эту ситуацию. Он начал звонить судорожно матери. Говорит, мама с бабушкой что-то произошло. Она даже меня не знала. Своего внука, которого я воспитывала с нуля. Оказалось, по словам героинь нашего сюжета, что таких обманутых клиентов десятки. Люди обивают пороги фирмы, но все тщетно. Мы решили пообщаться с руководителем компании и отправились прямиком в офис. Андрей Иванов, так представился мужчина, утверждает, никакого обмана нет. Нет, юристы фирмы честно выполняют свою работу, а кредиты люди сами берут. Никто их не принуждает. Как можно оформить кредитный договор, чтобы человек был не в курсе? То есть это же, если все понимают, уголовное действие. Естественно, каждый гражданин, он в курсе и ознакомлен и с данными условиями договора. И по всем кредитам. Можно я проверю тогда? А то, что потом уже гражданин начинает, вы сами понимаете, после даже выполнения наших обязательств. У нас также недавно договора, вы сами понимаете, что у нас с ним идут гражданские правые взаимоотношения. Мы обратились к независимому эксперту, чтобы он дал оценку действиям фирмы. Как пояснил юрист, подобные истории не редкость. Люди сначала сами, не глядя, подписывают бумаги и только потом понимают, что натворили. В такой ситуации, при условии, что услуга еще не оказана, шанс вернуть свои деньги есть. Главное, не терять время. И еще один совет. Мы всегда даем ксерокопию паспорта. А ведь не сложно сказать, что подождите, вот вы с нами сняли ксерокопию, попросите эту ксерокопию. И написать прямо на ксерокопии, что данная ксерокопия предоставлена для получения кредита в таком-то банке, в такой-то фирме. Вы немножко ее портите, чтобы ее нельзя было потом использовать в другом месте. Кировчанки, кстати, написали заявление в полицию и прокуратуру. Как нам сообщили в УМВД, на данную юридическую фирму в этом году поступило 46 заявлений. Однако по каждому из них возбуждение уголовного дела было отказано. Прокуратура признала данное решение законными. Ульяна Ездакова, Александр Нестеров, Никита Донога, Бюро новостей Давича.